Здравствуйте! В эфире информационный обзор этой недели. О событиях в городе расскажет корреспондент Оркин Медиа. С вами Джетпы Смахимов. В помощь медикам диагностику стало возможно проводить еще проще благодаря новому оборудованию. Чем пахнет моя мама? В преддверии Международного женского дня корреспонденты Оркин Медиа провели опрос среди воспитанников детского сада. Балхарские врачи приняли сложные роды у жительницы поселка Саяк. На 31-й неделе беременности у роженицы начались преждевременные схватки. Чтобы спасти жизнь мамы и малыша, врачи многопрофильной больницы, акушер-гинеколог и неанатолог ехали по бездорожью в поселок. До поселка Саяк они добирались 4 часа. На протяжении всего пути врачи многопрофильной больницы консультировали своих коллег из сельской врачебной амбулатории. Медики в срочном порядке приняли роды. Малышу была оказана специальная санавиационная медицинская помощь. На тот момент у нее начались схватки, родовая деятельность началась. И мы должны были успеть, чтобы женщину спасти и малыша спасти. Потому что беременность была недоношенная. И это была беременность осложненная. При лечении санавиации и при лечении наших докторов, быстро мы нашли этот джип, нашли. И сразу поехали, уже полностью оснастились, поехали туда. Приняли роды, женщина нормально родила. Ребенка сразу этим аппаратом вывели в состояние нормальное. И с Караганды приехала санавиация. Уже самолет прилетел. Так как наш джип, он не мог забрать ни ребенка, ни мать, потому что это была не специализированная техника. Пришлось забрать самолет. Родильное отделение многопрофильной больницы пополнилось новым оборудованием. Фитальным монитором, который позволяет осматривать плод во время беременности. А также монитором пациента. Он предназначен для наблюдения за жизнедеятельностью новорожденного. Алия Респекова, мама семерых детей. Пяти девочек и двух мальчиков. Седьмой малыш родился раньше срока. Но благодаря современному оборудованию и уходу медиков, ребенок чувствует себя хорошо. У меня давление. И так получилось, что оно у меня резко поднялось. По этой причине произошли преждевременные роды. И при помощи этого оборудования врачи наблюдают за состоянием моего ребенка. В год в Балхаше рождается порядка двух тысяч детей. Патологическими преждевременными родами почти 25%. Чтобы до и после родовое наблюдение было оперативным и точным, необходимо современное оборудование. Ими пополнилось родильное отделение многопрофильной больницы города. Фитальный монитор позволяет следить за состоянием внутриутробного плода, начиная с 32 недели беременности. Стоит отметить, что подобный монитор в роддоме уже был. Это фитальный монитор, который считывает состояние внутриутробного плода. То есть показывает родовую деятельность, на какой стадии находится родовая деятельность. Сердцебеяние малыша показывает, в каком состоянии малыш страдает от гипоксии или не страдает. То есть эти фитальные аппараты показывают нам, когда нормально закончатся роды или ненормально. То есть мы их диагностируем. Фитальные аппараты нам очень помогают в работе. На данный момент сейчас у нас фитальных аппаратов 8. Были у нас до этих 4 аппаратов было 4 своих. Монитор пациента предназначен для новорожденного, родившегося раньше срока. С его помощью можно проследить пульс, артериальное давление и сатурацию. К примеру, с начала этого года было зарегистрировано 98 преждевременных родов. Мониторы пациента, которые следят за состоянием уже рожденного малыша, то есть новорожденного, показывают, насколько у нас имеется оснащение кислородом крови, то есть сатурация крови показывает, артериальное давление, пульс. Стоит отметить, что оборудование в количестве 8 единиц было приобретено медной компанией «Конрад». По словам медиков, представители компании на постоянной основе оказывают поддержку в приобретении оборудования. Прогнившие магистральные сети стали настоящим бедствием для жителей города. Вот уже несколько дней в некоторых районах жители сидят без холодной воды. Подробности в следующем репортаже. В городе наблюдается рост аварий на магистральных водоснабжениях. По словам коммунальщиков, причина всему изношены чугунные трубы. Аварии происходят почти каждый день. Специалисты Балхарсу работают две смены. Силами двух аварийных бригад и специализированной техники аварии устранены по адресам «Тампиева-7», «Ахбай-Батыра-22», «Карамин-Диби-42» и «Бокиханов-4». Что касается траншеи в местах проделанных работ, то коммунальщики пояснили, что места выровняют только после того, как отмерзнет грунт. Трубы не меняли на протяжении 60-70 лет, и они уже непригодны к эксплуатации. Весной, предварительно в мае, силами подрядной организации начнутся работы по замене и подключению магистральных труб. В прошлом году в некоторых районах трубы уже заменили на пластиковые, но их не подключили. Просим жителей города с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. На данный момент в городе имеется более трех аварийных участков, а именно по улице Сарарка-16, Садовая-1, Сабитова-32 и Макаренко-8. На постоянной основе производится подвоз питьевой воды во дворы аварийных участков. Священный месяц Рамадан начнется 11 марта, а ночь предопределения выпадает в ночь с 5 на 6 апреля. 30-дневный пост завершится 9 апреля, а празднование праздника Курбанайт начнется 10 апреля. Об этом сообщил главный имам Балхарской городской мечети Нурбалат Харларбеков. В исламе есть 5 столпов, и соблюдение поста в священный месяц Рамадан является одним из них. Пост учит людей воспитанию. Кроме того, он учит вас терпению и доброте. Сумма благотворительного пожертвования в этом году составляет 640 тенгена человека. При этом нужно понимать, что в Рамадан человек должен воздержаться от плохих мыслей и соблюдать дисциплину. Что касается отказа от пищи в дневное время, то тут каждому нужно смотреть на свои возможности. Также важно пройти необходимый осмотр у специалиста. Например, людям с проблемами ЖКТ следует посоветоваться предварительно с врачом. В этом году сумму благотворительного пожертвования сравнили со стоимостью 2 килограммов муки. А также, если проводить много времени над чтением священной книги Коран, награда за это будет больше. Очень важно помогать людям и совершать добрые поступки. Первый день поста в ночь на 11 марта в 4.57 утра начнется соблюдение поста. В связи с изменением часового поезда в Духовном управлении мусульман Казахстана было утверждено расписание поста. Пост будет соблюдаться по утвержденной таблице. Поздравляю всех со священным месяцем Рамадан. Желаю здоровья каждой семье. 8 марта праздник, который дарит возможность показать, насколько сильно мы любим наших прекрасных мам. В преддверии Международного женского дня съемочная группа нашего телеканала провела опрос среди воспитанников детского сада Балахай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В преддверии Международного женского дня редакция канала Оркен Медиа поздравляет всех представительниц прекрасного пола. Желаем оставаться прекрасными и счастливыми. Смотрите новости на канале Оркен Медиа по будням в 20.15. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok